Хочу бросить камень в ваш огород, как человека, ответственного за кадры. Леонида Макаровича Кравчука, вы проморгали? Ну, как сказать? Это не то слово. Я бы сказал, что я с Леонида Макаровича съел не пуд соли. Я мешок соли съел. Но я бы никогда не подумал, какой это истинный человек. Никогда. Это убежденный марксист. Это человек, который очень любил приглашать к себе профессоров высшей партийной школы. Он был заведующий какое-то время, заведующий сектором подготовки, переподготовки. Вы Ленина читаете. Я важный от корки до корки прочитаю. Ленина, значит. Ну, у меня часто проводились семинары. Он выступает по идеологическим вопросам. Я по вопросам организационной партийной работы. Мы издавали эти материалы. У меня это все же есть. То есть Ленин, он хорошо знал. Да, прекрасно. Он знал, как никто. Он мог сказать, что вот такая цитата. Вот работаем мы на докладу, на пленум, на съезд, на конференцию какую-то. Значит, надо к цитату. То он такой-то, страница такая-то, давайте читать. И прочитает, это можешь не сомневаться. Я могу такой, скажем, деталь, интересный в плане развития сегодняшних, так сказать, событий. Ну, скажем, решалась проблема государственного языка. Государственного языка. Я и сейчас глубоко убежден, не должно быть Конституции положения о государственном языке. Украина, многонациональное государство. И может, конечно, надо решать вопрос на какой-то официальный язык. Государственный – это обязательный язык. То есть, обязательный. Его можно толковать, как вот, ты хочешь не крючком говорить на украинском, ты обязан говорить на. Я, слава Богу, говорю и на том, и на другом. И на родном гусарском языке. Да. Вот. Значит, обоснование. Дело шло к тому, что мы не могли не принять такой закон. Когда, к слову, закон о языке, я к нему был причастен, так сказать. Это был самый демократичный язык на территории Советского Союза, принятый в ЦК Компартии Республики. И вот обоснование. У нас не было расхождения, что не надо бы вписывать, но мы обязаны будем. И вот, скажем, когда надо было Владимиру Васильевичу дать документ, он где-то у меня, если бы я парился, то я бы его нашел, когда он подготовил, вот как надо ставить вопрос о языке, скажем. То есть, вот это его знание марксизма, его позиция, значит, она просто разоружала, потому что больше у марксистов. Ну, когда человек подписал, так сказать, указ президиума о запрещении коммунистической партии, к слову, это официально признано Конституционным судом, что незаконный. И он же... Ну, может, он просто не имел информации должной, а потом прозрел. Значит, Дмитрий Ильич, человек окончил Академию общественных наук. Он был допущен до самых секретных, так сказать, фондов в архивах. Но он мог знать про Голодомор, про репрессии 1937 года? Он знал больше, чем кто-либо сегодня знает. Он все это знал. Это знал. Это перевертываешь. Или даже не перевертываешь, скорее всего. Скорее всего, что это человек, который скрывал свою истинную сущность. Вы в плохих отношениях с Лениным Макаровичем с тех пор? Ну, в каких, ни в каких отношениях. Но, ну, скажем, он председатель Конституционной ассамблеи. Я член Конституционной ассамблеи. Скажем, закончилось пленарное заседание. Ректор университета приглашает обедать всех участников в заседании. И мы сидим за одним столом, можем перекинуться, так сказать. Значит, как говорится, протягивает руку. Я тоже ему руку пожму. Но, скажем, вот последнее было заседание. Возник очень такой крупный, серьезный вопрос о том, что принят закон о всесоюзном референдуме. И закон предполагает, что по народной инициативе можно изменить Конституцию. Принять новую редакцию или внести в нее изменения. И решение референдума не требует утверждения каким бы то ни было государственным органам. Значит, это прямое нарушение Конституции, поскольку Конституция нынешняя четко регулирует порядок внесения изменений в основной закон страны. И его хотим мы, не хотим, уважаем, неуважаем мы должны ее выполнять. Там этого нет. Этот вопрос был поднят. Значит, я тоже присоединился к тем, кто этот вопрос поднял. Потом хотел выступить. Ко мне подсылает он, так сказать, человека, который просит, Георгий Кореевич, не выступайте, не выступайте. Значит, меня это, конечно, резануло. И вы выступили? Нет, я выступлю. Это же не последнее заседание. Не последнее заседание. То есть, мы не то что разошлись. Оказалось, что мы совершенно разные люди. Вы когда-нибудь говорили, Леонид Макарович, что, слушай, ну как же так? Мы же с тобой вместе в одной партии. Нет, нет, у меня не было такой ситуации. А потом, это бесполезно. Это бесполезно. Это человек, который сейчас возомнил, что он творец Украины незалежной. Ведь когда его Политбюро Центрального комитета Компартии Украин рекомендовало на должность председателя Верховного Совета, это слова членов Политбюро ЦК, он чуть ли не на коленях стоял, что я ваш, я все буду, я тот, то, 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 через несколько дней запретить, подписал указ о запрете Компартии. Ну, какое у меня может быть отношение к этому человеку? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!